В эфире международные новости в студии Несса Буланкова. Здравствуйте. Ближайшие пары минут итоговые события этой пятницы. Главным темам. Миллиардер из Египта хочет купить остров для мигрантов. Бекхэм выкупил футболку со своим автографом. Японцы обучили кошек картографии. Миллиардеры с покупкой греческого или итальянского. Там будет объявлена независимость. И туда будут приезжать иммигранты, которым будет предоставлена работа для создания впоследствии их собственного нового государства. На эту сделку Саверис готов потратить от 10 до 100 миллионов долларов. Однако, по его мнению, крайне сложной задачей является создание всей необходимой для жизни большого числа людей инфраструктуры. Ранее стало известно, что верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерико Маггерини призвала министров обороны стран-членов Евросоюза провести военно-морскую операцию в Средиземном море для уничтожения судов и инфраструктуры, которые используются для перевозки беженцев. В Амазонии наблюдать за климатом будут с высоты птичьего полета. Над лесами Амазонки выросла башня под названием Amazon Tall Tower. Это совместный проект научно-исследовательских институтов Бразилии и Германии. Цель – наблюдение за климатом амазонской низменности, чья экосистема – одна из самых чувствительных в мире. Большая высота башни поможет избежать влияния деятельности человека на результат замеров. Мы хотели бы узнать о количестве этих газов, которые поднимаются с поверхности земли, из леса и циркулируют, и понять, как этот обмен происходит. Станция будет работать как минимум 30 лет. Полученные данные помогут прогнозировать изменения климата. Их результаты будет учитывать бразильское правительство при планировании своей политики в сфере экологии. В течение двух-трех десятилетий мы будем наблюдать за такими климатическими изменениями, как концентрация углекислого газа в атмосфере, которая продолжает расти, как температура на планете, которая увеличилась и здесь, в Амазонии, как изменение сезонов дождей. Все это влияет на экосистему. Строительство обсерватории продолжалось 8 лет и закончилось в этом году. На осуществление проекта было затрачено примерно 9,5 миллионов долларов. На полную мощность обсерватория заработает в начале 2017-го. Эта башня стала самым высоким сооружением в Южной Америке. Лучший подарок на день рождения, сделанный своими руками. Не меняя эту традицию, футболист Дэвид Бекхам выбрал презент своему сыну Ромео ко дню рождения. Им стала футболка «Арсенала» с автографом самого Бекхама. Известно, что сын футболиста является болельщиком «Арсенала» и последние три года занимается в Академии канониров. Такой подарок обошелся заботливому отцу в 10 тысяч фунтов, а вот произошло это во время благотворительного вечера в Лондоне. Там удалось собрать около 7 миллионов фунтов стерлингов, которые передали фонду, занимающимся музыкотерапией для лечения различных заболеваний. Напомню, Дэвид Бекхам выступал в английском «Манчестер Юнайтед», «Мадридском Реале», «Итальянском Милане», «Парижском ПСЖ», а также играл за американский клуб «Лос-Анджелес Гэлакси». В мае 2013-го Бекхам объявил о завершении профессиональной карьеры. С техникой на «ты» в Японии даже кошки. Местных красавиц обучили картографии. Японский портал «Хиросима Уэлком» запустил интерактивный проект «Cats Tribu». Он позволяет увидеть город глазами кошек. Энтузиасты прицепили миниатюрные камеры к нескольким уличным кошкам и тщательно зафиксировали все их перемещения. Из полученных кадров удалось создать интерактивную карту. Работает такой проект по принципу Google Maps. Пользователь сможет прогуляться по городу теми же путями, по которым шли кошки. На интерактивной карте города также размещены ссылки на видеозаписи, сделанные хвостатыми помощницами во время прогулки. Камеры зафиксировали, как операторы карабкаются по лестницам, забираются под машины и общаются со своими друзьями. Запущенный несколько дней назад проект уже пользуется большой популярностью по всему миру. Стать частью России захотел фронтмен американской группы «Лимбискет» Фред Дёрст. Музыкант рассказал о том, что хотел бы связать свою жизнь с нашей страной и получить российский паспорт. Дёрст не раз подчеркивал, что обожает выступать в России и при малейшей возможности старается приезжать именно в Москву. Я хочу осуществить в России столько проектов. Мне просто необходим российский паспорт. Те, кто часто путешествуют, поймут меня. Это мое желание. Я надеюсь, что у меня будет здесь свой дом. Фред напомнил, он прекрасно осведомлен о том, как далека западная пропаганда от реальности. Музыкант считает нашу страну очень гостеприимной. И не исключено, что в очередной мировой турне он отправится уже как российский гражданин. Мы продолжаем следить за передвижениями нашей съемочной группы в Милане. Напомню, наши коллеги сейчас находятся на уникальной выставке «Экспо-2015». В этом году все страны мира объединились во имя решения проблемы голода на планете и обмена идеями на тему «Еды будущего». Позади четыре съемочных дня. Павильоны Италии, Белоруссии, России, а также павильоны стран Востока. И, конечно, бесценный опыт, которым наши коллеги смогут поделиться в будущих программах на ТБН. Сегодня с нами на связь вышел наш собственный корреспондент Юлия Мнацаканова. Ей удалось получить эксклюзивные комментарии от директора Департамента по развитию выставки Пьера Гали. Что ж, узнаем, в чем уникальность этой выставки из первых уст. Это специальный репортаж из Милана. Наша съемочная группа находится здесь, на всемирной выставке «Экспо-2015». И, конечно, главная тема – это накормить планету энергия будущего. Все страны, их более 140 объединились, чтобы решить вопрос голода и решить вопрос полезной еды, чтобы она была доступна каждому. Также у нас сегодня была эксклюзивная возможность взять интервью генерального директора Департамента по развитию мероприятия «Экспо-2015» SPI Пьера Гали. И вот, что он нам сказал. Во-первых, надо принять во внимание, что это всемирная выставка. Это означает, что мы собрали все страны вместе, которые пожелали участвовать и быть частью того послания, которое мы были готовы нести миру. И это нацелено на достижение населения с целью предоставления образования и инноваций. Это, на самом деле, основной принцип, на котором были основаны всемирные выставки. Полную версию интервью с Пьером Галли вы сможете увидеть в расширенной версии специального репортажа уже в ближайшем будущем на нашем канале. В Петербурге состоится долгожданное событие. С завтрашнего дня, с 5 сентября по 13 декабря, в Музее Эр-Арта пройдет первая в России выставка представителя поп-арта бразильского художника Ромеро Брито. Монументальные творения этого художника украшают центральные площади, стадионы и аэропорты по всему миру. В Лондоне, Тель-Авиве, Майами, Стокгольме, Москве, Сан-Паулу, Вашингтоне, Голливуде и Нью-Йорке. Теперь познакомиться с ним поближе смогут и жители, и гости Санкт-Петербурга. На предпоказе выставки накануне побывала наша съемочная группа. Анна Коваленко пообщалась с легендарным художником. Итоги встречи вы сможете увидеть прямо сейчас в нашем специальном репортаже. Съемочная группа телеканала ТБН находится в Музее современного искусства и эр-арта в Санкт-Петербурге, где впервые в России свою выставку сегодня представляет известный художник Ромеро Бритто, чьи шедевры в стиле поп-арт покорили мир. «Искусство дает нам силы взлететь», – так говорит Ромеро Бритто, и эти слова находят подтверждение в его творчестве. Ярко, стильно, легко. Работы мастера вдохновляют мечтать и верить в чудеса. Художник-самоучка, примером для которого явилось творчество гениального Матисса и Пикассо, ныне работает в стиле поп-арт и уже давно завоевал мировую славу. Его произведения искусства известны широкой аудитории. В своих работах мастер использует яркие и насыщенные цвета, нестандартные и смелые решения, что и находит отклик в сердцах его поклонников, число которых стремительно растет. Главный посыл его творчества – это счастье и надежда, и, глядя на его работы, действительно становишься счастливее. На пресс-конференции, посвященной открытию его первой персональной выставки в России в Музее современного искусства эр-арта в Санкт-Петербурге, Ромеро Бритто поделился со съемочной группой нашего телеканала с секретами своего успеха, а также планами на будущее. Моя самая большая надежда, что зрители уйдут с моей выставки с улыбкой, как в сердце, так и на лице. Основное послание, которое я хочу донести посредством своего творчества – это любовь, надежда и счастье, то, что нужно всем. Поэтому мое искусство для всех, и, вы знаете, я хочу говорить скорее о пути к счастью, о том, что мы проходим, и смысл в том, чтобы не бросать это, а продолжать идти дальше. Счастье – оно ведь в моментах. Выставка работ культового представителя поп-арта Ромеро Бритто продлится в Музее эр-арта до 13 декабря. Таким был этот день глазами моих коллег. Все материалы уже доступны вам на видеопортале YouTube. Оставайтесь с нами и будьте в курсе всего происходящего. Хорошей всем пятницы и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова